Всем доброго дня! Сегодня поговорим о новинке белорусского завода Белмаш в деревообрабатывающем станке с функцией рейсмусования Белмаш СДМР-200 Давайте откроем коробку и посмотрим, что входит в комплектацию данного станка Аппарат достаточно тяжелый, порядка 90 килограмм, поэтому первоначальную настройку лучше сделать варим В комплект поставки входит станок СДМР-2500, а также следующие приспособления и устройства Линейка универсальная, кожух для удаления стружки, ключи для замены пильного диска и дисковой фрезы Шаблон для настройки ножей, толкатель заготовок, ограждение пильного диска с раскрынивающим ножом Три каретки для универсальной линейки и кронштейн для распиловки под углом А также ограждение ножевого лава, кронштейн для его крепления, вкладыш для фрезерования и пакетик с крепежом Изначально станки с завода поставляются с предварительными регулировками пильного стола Это сделано для того, чтобы в процессе транспортировки исключить вероятность повреждения деталей и узлов Первое, что необходимо сделать, это проверить настройки пильного стола Для этого берем уровень и проверяем положение пильного стола по всей его длине относительно строгальных столов В случае, если плоскости не совпадают, производим регулировку пильного стола с помощью двух опорных винтов Когда столы выставлены, убеждаемся, что угол между пильным диском и плоскостью стола прямой В этом нам поможет обычный угольник Затем регулируем вставку пильного стола Для этого отпускаем крепежные винты И совмещаем метку с плоскостью пильного диска После этого фиксируем все обратно Далее устанавливаем и настраиваем ограждение пильного диска с расклинивающим ножом Для этого необходимо установить пильный диск в среднее положение и закрепить его фиксирующей гайкой Расклинивающий нож необходимо зафиксировать так, чтобы он находился симметрично по центру пильного диска И на расстоянии 5 мм от самого пильного диска Как вы видите, направляющие уже установлены на заводе изготовителя Для того, чтобы установить линейку, берем две каретки и навешиваем их на направляющие И с помощью линтовых барашков прикручиваем линейку в каретки Теперь приступаем к регулировке линейки Для этого необходимо поднять пильный диск в верхнее положение и зафиксировать его Далее устанавливаем линейку вплотную к пильному диску и фиксируем каретки Далее крепим указатели в положение 0 на каждой каретке Теперь при передвижении линейки мы можем установить необходимое расстояние между пильным диском и самой линейкой Теперь прикручиваем ограждение и кронштейн строгального вала с помощью вот этих двух линтов Устанавливаем ограждение и фиксируем его линтом-барашком В дальнейшем оно будет закрывать при строгании неиспользуемую часть вала Ну вот, оборудование практически готово к использованию Но, как ранее говорили, станок довольно тяжелый для одного человека Поэтому очень удобно его использовать на специальной подставке ПК-2 Сейчас, как вы видите, и один человек может вполне спокойно передвигать этот станок В случае, если использование станка будет стационарным То его достаточно просто закрепить к надежному верстаку, либо столу Установим и зафиксируем поворотный кронштейн-выключатель В зависимости от операции, которую мы будем выполнять в данный момент Теперь подключаем станок к электрической сети и делаем ровный пуск Теперь осталось произвести регулировку шкалы рейсмуса Это делается следующим образом Берется деревянная заготовка, предварительно фугованная по пласти И сравниваем полученный размер с показаниями на шкале рейсмуса При необходимости регулируем положение шкалы относительно указателя Сейчас станок полностью настроен и готов воплощать ваши идеи в реальность Что же может станок СДМР-2500? Он выполняет 4 основных операции Пиление, строгание, фрезерование дисковыми фрезами и ресурсованием Для распиловки достаточно поднять пильный диск на необходимую высоту Зафиксировать его и установить линейку под нужным углом При необходимости можно воспользоваться устройством для поперечной распиловки под углом Оно поднимается на направляющую С помощью варажка мы устанавливаем требуемую углу распила Для строгания необходимо опустить пильный диск в крайне нижнее положение И надежно зафиксировать его Развернуть линейку на 180 градусов Ослабить фиксирующие гайки строгальных столов И опустить приемный стол в крайне нижнее положение После чего надежно зафиксировать его Подающий стол необходимо опустить на нужную глубину строгания с помощью регулировочного винта После этого устанавливаем ограждение устройственного вала И фиксируем его на нужную ширину Для резинцевания следует ослабить строгальные столы И по очереди их демонтировать, нажав на стопор Установить кожух выброса стружки и зафиксировать Необходимая высота резинцевания Настраивается с помощью рукоятки на резинцевальном столе Для фрезерования дисковой фрезой необходимо демонтировать расклинивающий нож Поставить фрезу вместо пильного диска И установить вкладыш для фрезерования в кожух Для обеспечения вашей безопасности и удобства Для работы на данном станке Можем предложить вам дополнительные аксессуары и оборудование для данного станка Это боковой упор, который поможет вам при распиловке Это прижимное устройство, которое поможет вам при операции Странно обеспечивать равномерный прижим и обеспечивать вашу безопасность В завершении хотим сказать, что деревообрабатывающий станок Белмаш СДМР-2500 сочетает в себе максимальный набор функций, необходимый для домашней мастерской Данная модель отличается не только многофункциональностью, но и качеством обработки, надежностью, а также удобством в эксплуатации Для более комфортной работы на оборудовании Белмаш мы рекомендуем использовать подставки П2 или ПК2 При обработке длинных заготовок хорошим подспорьем будут роликовые подставки РС-01 и РС-02, которые регулируются вот таким образом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...